Для ребят, которые не служили, трудно понять, что такое армейский распорядок. Но сегодня у каждого студента была возможность почувствовать себя настоящим солдатом. Собрать и разобрать автомат на скорость, попасть точно в цели с пневматической винтовки и как можно больше раз подтянуться на перекладине. Это лишь малая часть того, что должен уметь делать солдат. Студенты различных институтов и курсов Казанского федерального университета попробовали прожить один день из жизни солдата. Сложнейше, наверное, было собирать и перебирать автомат, потому что я не делал этого давно, но, в принципе, у нас была возможность потренироваться, и этого было достаточно, чтобы обнимать свои знания. Ну, я после школы сразу в армию пошел, потом после армии уже поступил в Казанский университет, но это как бы военное уже воспитание, патриотическое воспитание, патриотизм. Мероприятие направлено на развитие патриотизма, что, собственно, мне интересно. То есть я являюсь патриотом своей родины. Больше всего, наверное, разборка-сборка автомата, но это самое интересное для инойшей, я так думаю. Такой шанс попадается, что ты можешь быть один день в армии, это вообще, можно сказать, мечта. А вообще желание есть такое служить? Да, есть. Я хотел после, когда закончил, пойти служить. На самом деле желание и до этого было, но теперь, после того, как получил какие-то практические навыки, желание появилось еще больше. Важной частью является и строевая подготовка. Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий солдата в современном бою. Срок службы в армии сократился до одного года, и поэтому все-таки призывники должны приходить, имея какой-то практический опыт. Мы проводим соревнования, свой род, как идет подготовка до призывников, служб в армии. Стрелять точно, метко, а главное, уверенно. Здесь все имеет значение. Необходимо не только правильно держать автомат, но и быть предельно сосредоточенным. У многих студентов после такого дня появилось еще больше желания пополнить ряды российской армии. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз.